Топ 10 футболистов 10 место. Хавиер Савиола Барселона стала первым клубом, где выступал аргентинец после того, как покинул родину. Каталонцы заплатили за 19-летний талант Риверплейта 15 миллионов евро. Спустя три года при Франке Райкарде аргентинец принимает решение уйти в аренду из-за чрезмерной конкуренции в линии атаки синегранатовых. Проведя два сезона в Монако и Севиле, Савиола подписывает полноценный контракт с Реалом. Однако и в Мадриде стать твердым игроком основы у него не получилось. В 28 матчах за столичную команду Форвард забил лишь пять голов. 9 место. Георгий Хаджи Карпатский Марадона провел по два года в обоих клубах, но выиграть что-то существенное Суперкубка Испании дважды так и не смог. 8 место. Берн Шустер За восемь лет в Каталонии Шустер выиграл чемпионат Испании, дважды Кубик Испании, Кубок Купров и вышел в финал Кубка чемпионов. В 1980 году он стал вторым в вопросе Фрэнс Футбол, названии лучшего футболиста Европы, а в 81 и 85 стал третьим в этом списке. Из-за натянутых отношений с тренерским составом и болельщиком немец переметнулся в Реал, где успел дважды победить в Ла Лиге. 7 место. Луис Энрике Бывший тренер Барселоны и нынешней сборной Испании отыграл за синий гранатовых 8 лет, а до этого еще пять лет был футболистом Реала. В 1996 году, будучи свободным агентом, он сменил одного лидера испанского футбола на другого. Говорят, что такое решение Лучо принял из-за решения руководства мадридцев урезать заработные платы своим футболистам. Как бы там ни было, именно в Барселоне Энрике провел свои лучшие годы и стал любимцем местной публики. 6 место. Самуэль Этао В составе Реала камерунец провел лишь три матча, хотя уже в 16 лет попал в клуб. По-настоящему огромный талант нападающего раскрылся в Майорке, за которую он регулярно забивал Реалу. Пустить такой самородок в Каталоне не могли и в 2004 подписали контракт с африканцем, а за его трансфер заплатили 24 миллиона евро. В Барселоне Самуэль провел самый результативный период карьеры, забив 108 голов в 145 матчах. 5 место. Микаэл Лаутрук Чего не скажешь о Татянине. Лаутрук четыре раза побеждал с Барселем в чемпионате Испании, а также выигрывал Кубок чемпионов. Однако ссора с Йоханом Кройфом стала причиной тому, что Татянин принял решение уйти в Реал. В столице будущий тренер Спартака тоже не затерялся, став одним из лучших игроков в новейшей истории клуба. 4 место. Роберт Просинечки Просинечки был одним из тех, кто добывал в 1991-м для Цервейна Звезды победу в Кубке Европейских чемпионов. На Хорвата обратили внимание в Мадриде, однако ни там, ни в Барселоне, куда он перешел транзитом через Авьедо, Просинечки так и не удалось оставить заметный след. 2 место. Луиз Назарио де Лима Роналдо Он же Зубастик, он же Феномено и первый Роналдо, хотя оба Роналдо играли в Реале под девятым номером в свои времена. Пожалуй, лучший нападающий в 90-х перешел в Барселону в 1996-м прямо на Олимпийских играх в Атланте. По окончании сезона 1996-1997 он был признан лучшим футболистом планеты по версии FIFA и выиграл золотую бутсу, забив 34 гола в 37 матчах. После пятилетней отлучки в Интер Роналдо возвращается в Испанию, не в свой бывший клуб, а в Реал. Семпион мира 2002-го года стал частью того самого состава мадридского клуба, который принято называть «Галактикос», вместе с Зенедином Зиданом, Луишем Фигу, Роберто Каллес, Дэвид Бекхэм и другими. Бразилийск, к слову, и стал самым ярким и громким примером перехода в стан непримиримых соперников. Второе место. Луиш Фигу Отрубленная свиная голова, брошенная в Фигу на Камп Ноу во время классику, навсегда станет символом столь неоднозначных трансферов. А ведь было время, когда на португальского кудесника чуть ли не молились в столице Каталонии, куда он приехал в 1995-м и стал первым капитаном иностранцем в истории клуба. Стоит учитывать тот факт, что в те времена Фигу говорил, что никогда и ни в коем случае не будет играть за сливочных. Позже Фигу признался, что решился на переезд в Мадрид спустя 5 лет в Барселоне по семейным и экономическим мотивам, также потому, что ему не хватало признания. И, наконец, первое место. Рикардо Замара Лучший вратарь в истории испанского футбола. По прозвищу Божественный. Родился и умер в Барселоне. Но лучшие свои годы, как футболист, провел в Реале. Он помог королевскому клубу впервые стать чемпионом Испании в сезоне 1931-1932-го. А на следующий год повторить то достижение. За каталонцев Замара выступал с 1919-го по 1922-го. Кроме того, в его послужном списке и матче за барселонский Испаньол, что сейчас и вовсе кажется нансенсом. Вот и все. Это был топ-десятка футболистов, сыгравших и за Реал, и за Барсу. Благодарим за внимание.